Первая половина 2023 года для латвийского спорта была богатой на события и исторические успехи, как, например, бронза хоккеистов сборной Латвии на чемпионате мира. Были, разумеется, и поражения, а еще потери. Давайте вспомним тех, кого больше нет с нами, кто ушел в мир иной в первые шесть месяцев этого года. Некоторые из них в свое время были гостями РУСЛСМ и героями сюжетов. Например, Михаил Василенок, который скоропостижно скончался в конце апреля. Легендарный вратарь, он на протяжении почти 20 лет выступал в составе рижского «Динамо». Именно он когда-то рассказывал мне об овеянных мифами и легендами тренировочных сборов «Кандове» команды Виктора Тихонова. Объяснял, что было правдой, а что вымыслом. Не было бы «Кандовы», не было бы и того «Динамо», уверен был Василенок. В один из дней он пригласил меня в свой дом в Гробине, где я увидел его небольшой музей со всеми его медалями и губками. А еще мы встречались с ним неоднократно в Риге. Я до сих пор помню тот разговор на целый час о его детстве. Почему ребятню называли «Гризенчале», который с утра и до вечера гоняли мяч и шайбы в районе улиц Сталина Салауку. О том, как он стал хоккейным вратарем, даже о своих усах. Михаил Василенок – это прежде всего о наших славных вратарских традициях. В начале мая Михаил Василенок был похоронен на Южном кладбище в Лепе. Иванов, я вижу, что ты любишь футбол, разбираешься в нем. Подпишу для тебя свою книгу. А это слова нашего футбольного мэтра Микелеса Рубаниса, когда-то сказанные мне на одной из презентаций его очередного труда. Микелес Рубанис скончался в возрасте 89 лет в середине мая. Человек эпоха, известный в прошлом футбольный судья. Для меня, как и для многих арбитров нашей страны, он был прежде всего наставником и учителем. А еще именно тем человеком, благодаря которому я познавал историю латвийского футбола во всех ее удивительных деталях. Как гром среди ясного неба, три недели назад прозвучала печальная новость о том, что после долгой продолжительной болезни ушел из жизни защитник сборной Латвии по футболу Гинс Фрейманис. Ему было 38. Свой дебют в национальной сборной он отметил еще в 2014 году. Был ее капитаном. А всего на его счету в составе сборной Латвии 13 матчей, уместившие в себя три победы на Кубке Балтии. На клубном уровне свои лучшие годы он провел в Елгове. Если мы говорим о регби Латвии, подразумеваем Мариса Шмидца. 1 апреля не стало одного из первопроходцев этой игры в нашей стране. Известного тренера и большого энтузиаста регби, который оставался предан ему до конца своей жизни. Будучи героем рубрики «Славные люди», когда-то Марис Шмидц привел меня в святая святых латвийского регби, в музей, который он создавал своими руками. Там были сотни и сотни экспонатов, о которых мой собеседник готов был рассказывать, кажется, часами. Это действительно было незабываемое путешествие во времени с Марисом Шмидцем. Продолжение следует...